Вот и наступило лето. В связи с жарой и огромным количеством слюней образовалась у нас мокнущая область. В этот раз вот на этом месте. Сейчас мы ее будем обрабатывать. Обрабатываем мы вот такой вот чудесной присыпкой для ран с йода формом. Вчера было вообще ужасно, сегодня уже получше конечно. Снимай лицо. Ну ты умница. Ну ты умница, Дера. Дера, можно помазать? Не, ну, с подозрением. С большим подозрением. Дера, ты с подозрением относишься к присыпкам, да? Вообще я хочу сказать, что вот эта вот присыпка для ран с йода форму очень хорошая вещь, потому что у мальчиков, ну в смысле у кобелей, у них частенько вот летом возникает потница, да, вот тут вот в промежности возникает потница прямо с раздражением сумасшедшим до экземы. И мы спасаемся только этим. Буквально вот тут вот присыпаешь, мажешь несколько раз. С первого же раза уходит раздражение. Покажи, как. Ну я сейчас сюда не буду сыпать на этом, да. Ну вот у нас в этом году у нас на подбородке ему болезненно достаточно. Вот у нас экзема здесь. Лежи, лежи, лежи. Я не трогаю. Мама не трогает. Больно, да? Больно. Не трогает мама. Достаточно болезненно все это. И помогает это все. Хорошо помогает. В связи с тем, что ему больно вообще немножко, вот таким вот образом. Не знаю, что было. Тихонько. Стой, 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 стой. Тебе погладит, погладит мама. Мама тебе погладит просто. Малыш. Не бойся. Ну мы же тебе не с этим. Вот так. Видно неприятное ощущение. Ему не нравится. И вот он не дает даже. Все, значит. Все, все, все. Все, все. В принципе, она когда сыпешь, боли-то никакой нет. Нет, ну я притрагиваюсь. Не для того, чтобы его это самое. Дай ему она посмотрит. Дай. Дай ему она посмотрит. Вот уличка. Это челестный. Ну вот мы присыпали. Потому что от этих, видно, слюнки, да, у него туда подтекают. И оно потнится. И начинается вот это покраснение. И видно больно все-таки. Ну помогает буквально моментально снимает. Сама себя почувствовали. Очень нетутугу было. И сама все выпустили. Три дня как вот обнаружила. Или четыре, может быть. Волоску яхт. Да. Сейчас. И если что, у меня на морде кейт. Он не дает ритромусу больно. Угу. Так оно расчесано. Ога. Попали мы, наконец, к нашему ветеринару. Вот. И нам назначили более углубленное, более детальное лечение от экземы, чем присыпка. Сейчас в данном конкретном случае я чемиспреем. Брызгаюсь. Брызгаю собаку. Пока не брызгаю. Пока не брызгаю. Брызгаю. Прежде чем брызгать чемиспреем, необходимо поверхность обработать. Потому что, находясь на даче, возил лицом везде. По траве, по земле. Слюни скопились. Но у нас уже экзема выглядит немножечко-немножечко получше. Итак, мы забрызгиваем чемиспреем. Спокойно. Спокойно. Держи. Я же вроде не пополнила у нас, да? Да нет, какой порт. У нас, говорю. Так. Подожди, 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 посторожно. Я знаю, что у нас ежечка. Да, ну, все-все-все. Неожиданно. Да, оно пшикает, конечно. Вон мы пшикнули. Кроме синьки, которая пшикает собаку от экземы, прописали нам вот такое лекарство в Сан-Адерн. Это мазь. Сейчас будем ее мазать далека. Рунька, держи. Лежать. Лежать. А что она делает? Антивоспалительная? Я так понимаю, она антибактериальная, убивает вот эти вот все микробы. Лежать, лежать. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Все, ничего не было. Итого, подведем итог. Мы столкнулись с чем? Мы столкнулись с экземой, которая началась от слюни. Началась от слюни, вернее, слишком много слюней, потнится, он лежал на подбородке. И вот началось отражение, очень-очень быстро корочкой покрылась. Вот эту корочку сейчас нужно убрать. Но у нас уже... И он еще расчесывает постоянно. Ну да, оно чесалось, конечно, у него. Оно чесалось, это понятно. Ты умница, сын. Ты молодец. Ты хороший парень. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на наш канал. Ставим лайк. Привет всем от мистера Дерека. Продолжение следует... Продолжение следует...